МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. Начали короткого главного. Опасное природное явление. На автомобильной дороге Гуниб-Кумух крупный оползень перекрыл дорогу между районами. Дагестан – один из крупнейших производителей винограда в стране. Как обстоят дела с солнечной ягодой в этом году, смотрите через несколько минут. 12 объектов образования к 1 сентября откроют в Дагестане. Накануне на совещании обсудили вопросы их подготовки и лицензирования. В Буйнакском районе в результате ДТП погибла 6-летняя девочка. Авария произошла на трассе Буйнакск-Опши. 40-летний житель не справился с управлениями, вылетел в кювет с 20-метровой высоты. В результате ДТП 6-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Сам водитель и его другая 10-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями госпитализированы в Буйнакскую больницу. На автомобильной дороге Гунип-Кумух крупный оползень перекрыл дорогу между районами. Имеется угроза повторного обвала. Дорожное полотно полностью перекрыто на протяжении 70 метров. На месте работают две единицы спецтехники. Временное движение по одной половине проезжей части уже открыто. Однако восстановить полностью проезд удастся к вечеру 5 августа, говорится в сообщении. Более 20 дорог реконструируют в Хазавюрте в этом году. Согласно приоритетному проекту «Мой Дагестан – мои дороги» запланировано обустройство 22 объектов. Так, одним из протяженных объектов является отрезок улицы Имама Шамиля. На этом участке уже идет процесс укладки асфальта. Подготовительные работы проводятся и по улице Санитарная. Здесь уже завершается установка бордюрного камня. Кроме того, развернуты работы по улице Датуева. Она реконструируется за счет финансирования из Республиканского дорожного фонда. В Дагестане приступили к уборке ранних сортов винограда. Наша республика стала лидером по производству столового винограда в России. В прошлом году было произведено более 63 тысяч тонн. Как дела обстоят с солнечной ягодой в этом году, куда отправляют урожай и с какими проблемами сталкиваются фермеры, узнавала наша съемочная группа. Площадь плантаций с виноградниками столовых сортов в Дагестане составляет почти 6 тысяч гектаров. В Кайкенском районе выращивают более 30 сортов солнечной ягоды. Собирают урожай с 10 июля и до конца ноября. Трудиться сборщицы начинают с 5 утра и продолжают, пока не сядет солнце. У многих из них есть основная профессия. Работа в поле – хороший способ дополнительно подзаработать. Я в школе работаю, в кухне, в помощных поборах. А сейчас, когда каникулы трех месяцев, я для себя, для хозяйства, я пришла аренду. Час 150 рублей, ну почти тысяча бывает, когда до 7, до 6 тоже работаю, когда клиенты есть. Я летом и зимой работаю здесь, обрезка сделаю и вот это собираю виноград. День бывает у нас 300 ящиков, иногда бывает 250, иногда бывает 150. До обеда, до вечера работаем здесь. Абдунасир Магомедов, фермер со стажем в 18 лет, говорит о том, что возделывать земли, взятые в аренду, труд нелегкий. И чтобы каждый клочок земли приносил доход, приходится идти на ухищрение. Три года назад он придумал между виноградниками выращивать клубнику. Я лично беру аренду на 10 лет, пустую землю сажаю, вырастил виноград, получил урожай, после 10 лет возвращаю хозяину. Поэтому, чтобы более рентабельно, чтобы виноград был, мы заодно и клубнику тоже сажаем в середине, потому что клубника тоже она с виноградом лучше показывает. И на два месяца вперед клубника раньше поспевает, и сбор тоже здесь идет, потом переходим на виноград. Цена ягод варьируется в зависимости от сорта и качества – от 35 до 50 рублей за килограмм. Транспортируют наши сорта чаще в Краснодар, Ставрополь и в Москву. А в Дагестане и в частности в Махачкале, по словам фермеров, сбыть свой товар им непросто. Просто виноград мы выращивать умеем, только у нас большая проблема с реализацией получается. У нас сельскохозяйственная республика, Дагестан – одна из ведущих сельскохозяйственных республик, но реализации очень тяжело. В Нальчике, Пятигорске и других республиках легко на газели заезжают, легко, спокойно можно продавать свои продукты. А в Дагестане здесь до сих пор рынка нет, где можно нормально зайти и продавать свой виноград. Я хотел бы обратиться к президенту нашего Дагестана, чтобы он на это внимание обратил в первую очередь. У нас основной покупатель мы находим через инстаграм, через социальные сети. Потом приезжают, нравятся, потом еще знакомых тоже приглашают. И вот такая реализация идет. Но предприимчивые аграрии-селекционеры, несмотря на трудности, не только выводят новые вкусные сорта, но и опробируют инновационные методы выращивания, которые дают плоды в рекордно короткие сроки. Здесь в этом году посажено 3 гектара, в марте месяце. Просто я хотел вас пригласить на следующий год для интереса, чтобы вы убедились, что здесь можно больше 20 тонн собрать, чтобы сами наяву увидели. Такого в России нет. Это как бы первопроходцы получается. Такая технология впервые в России используется, чтобы в этом году посадить виноград, и в следующем году 20 тонн собрать, такого нет. Совхозы, СПК и так далее, губки, чтобы такое урожай получать, 5-6 лет уходят на это. Чтобы получить такой урожай, надо как за ребенком ухаживать. Вовремя полив, вовремя посынки уберят, поднимают, подвязка, поливы и так далее. Если этого не делать, такого результата не будет. И его любить тоже живой элемент. Как с ним обращается, так и она тоже обратный процесс дает. Он тоже слышит, развивается, он тоже живой. Поэтому с ним надо с любовью обращаться. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ, Каякенский район. В Дагестане к 1 сентября откроют 12 объектов образования. Накануне состоялось совещание под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова, где обсудили вопрос рецензирования этих объектов. Среди них три детских сада в Махачкале, две школы в Хасавюртовском районе, а также по одному детскому саду в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюртовском, Макарамкенском, Кунтаркалинском, Казбековском и Дербенском районах. По словам в Рио-министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, строительные работы на всех объектах завершены. Прежде чем образовательные учреждения будут открыты для приема детей, они должны быть внесены в реестр государственного имущества, иметь право устанавливающие документы, а также быть переданы в муниципальную собственность. После этого будет проведена процедура лицензирования. Строительство проходит в рамках национальных проектов «Демография и образование». Муфтия Республики Шейх Ахмад Афанди посетили жители Ингушетии. Они поблагодарили духовного лидера за работу, которую он проводит для сплочения народов. Гости отметили, что Ингушетию и Дагестан объединяет одна религия – принадлежность к исторической культуре и традиции. Шейх Ахмад Афанди отметил, что сплоченность и взаимопонимание способны решать любые проблемы. В завершение встречи гости преподнесли муфтию памятный подарок. И о спорте. Борец Завур Угуев вышел в финал Олимпийского турнира в Токио. Сегодня Хасавертовский вольник провел три победные встречи. Утренняя программа соревнований для двукратного чемпиона мира выдалась крайне тяжелой. В двух схватках дагестанец вырывал победы буквально на последних секундах. Сначала Угуев взял верх над американцем Томасом Гилманом, а затем одолел борца из Узбекистана Гуламжона Абдулаева. В полуфинале мухачец Хасаверта сломил сопротивление иранца Реза А3 со счетом 8-3. Завтра в схватке за золото нашему спортсмену будет противостоять индиец Рави Кумар. Абоец из Махачкалы Мансур Малачеев защитил титул чемпиона Лиги Игл-ФС. Турнир, организованный командой Хабиба Нурмагомедова, проходил накануне в Кыргызстане. В соглавном поединке вечера чемпион легчайшего дивизиона Малачеев встречался с земляком Рашидом Вагабовым. Бой завершился в первом же раунде, когда представителю клуба Universal Fighters удалось провести удушающий прием. Так Малачеев одержал свою девятую победу и сохранил пояс чемпиона. В этот же вечер в октагон вошли еще семеро дагестанцев и пятеро из которых праздновали успех. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.